Бельчанам, которые решили отметить Новый год и Рождество за пределами страны, придется выложить из кармана несколько сотен евро. В этом году туристические агентства предлагают большой выбор морских игр на лыжных туров. Самой популярной страной для катания на лыжах и сноуборде остается Украина. Можно было бронировать чуть раньше, это близко. У нас автобус выезжает из Кишинева, проезжает через Бельце, поэтому забирают отсюда всех удобно. Что нельзя сказать о Болгарии и о Румынии, то есть они проезжают другую границу, поэтому людям все-таки накладнее. При этом в Румынии все на месте дороже, о снаряжении, если мы говорим, о подъемниках. Четыре дня в Буковеле, включая проезд, обойдутся жителям Молдовы почти в 170 евро за человека. Шесть дней в Атрадарни и Либанска – около 250 евро за человека. Для отдыха в море наиболее востребован Египет. Неделя отдыха в Египте с вылетом из Кишинева обойдутся бельчанам немного дешевле, чем из Одессы – почти 350 евро за человека. Те же семь дней в Объединенных Арабских Эмиратах стоят 600 долларов. Для любителей активного отдыха туристические агенты рекомендуют трех-четырехдневные туры по городам Европы. Вылет либо 30 декабря, либо 31 декабря. Прага на пять ночей выходит от 355 евро с проживанием, с питанием, с перелетом из Кишинева на персону. А Будапешт – это у нас выходит три ночи, четыре дня, 344 евро за персону. То есть, опять же, с перелетом, с проживанием, с питанием. При этом многие бельчане говорят, что собираются провести праздники в кругу семьи. К сожалению, не получится поехать, у меня ребенок заболел, ветрянка и жена тоже, поэтому этот Новый год мы встречаем точно дома. Летом мы обычно едем, зимой, дорого не можем себе позволить. В январе тоже будем на празднике дома с семьей, планируем позже. Новый год 2020 будет отмечаться в ночь со вторника на среду. Так, 1 и 2 января объявлены выходными. В пятницу работники бюджетной сферы вернутся к работе. А с 4 по 8 января снова уйдут на мини-каникулы.